Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Есть у голых обезьян любимые представители животного мира. Эти животные так или иначе помогали сапиенсу выжить и даже немного эволюционировать. Все мы любим в разной степени собак, кошек, рыбок, свинок и, конечно же, статных, красивых и не менее полезных для людишек лошадей. Пород за несколько тысяч лет мы вывели немерено, однако есть такие, которые отличаются от общей массы. Кстати, я уже рассказывала про орловского рысака и ахалтикинца. Ищите их в плейлисте «Домашние питомцы». Фрисскую породу лошадей можно назвать экзотической, и появилась она в провинции Фрисландии на севере Голландии. Первое упоминание о фризах восходит к XIII веку. В 1823 году король Вильгельм I учредил ежегодные фризские бега под названием «День королевского хлыста», победитель которых награждался золотым хлыстом. В 1985 году фризская порода лошадей пополнила состав королевской конюшни. С тех пор они украшают упряжку лошадей золотого экипажа королевы Елизаветы на торжестве по случаю открытия парламента. Фризы входили в шестерку лошадей, запряженных в королевскую карету, и на церемонии открытия всемирных конных игр в Гааге. Выведена фризская порода коняшек путем скрещивания испанских лошадей с местной тяжелой породой лошадей в период оккупации Нидерландов Испании. На западе этих лошадей иногда называют черными жемчужинами, ведь фризская одна из самых красивых и необычных упряжных пород мира. Порода фризских лошадей дважды была на грани вымирания, но была спасена нидерландскими коневодами. Прошедшие длительную селекцию, фризы в настоящее время разделились по экстерьеру на три основных типа. Барокко — данный тип является старинным. Фризы этого типа сохранили практически все основные черты своих предков. У фриза барокко — длинная, густая грива и хвост, высокий аллюр, четкая, выразительная поступь. Второй тип — современный. Кони этого типа не такие мощные, как фризы барокко, в то же время более массивные, чем представители современного спортивного типа. И третий — тот самый спортивный тип. У фриза спортивного типа практически отсутствует классическая массивность, однако он выигрывает в росте, сохраняя при этом масть и аллюры. У спортивного фриза короткая и сильная спина, а круг приспущенный. Особенностью коней данного типа является сравнительно малый объем легких. Именно поэтому такие фризы не приспособлены для скоростных забегов и прыжковых испытаний. На сегодняшний день фризы являются скорее декоративной породой лошадей. Они пригодны лишь для одной спортивной дисциплины — драйвинга. Однако не имеют в ней достаточно много поклонников. В основном эти лошадки используются для фотосессий и в парадных каретах. В мае 2016 года британские СМИ назвали самым красивым конем в мире как раз фрийского жеребца по прозвищу Фридрих Великий, который живет в США. Глядя на фрийскую лошадь, нетрудно заметить, что она не отличается крупными размерами. Высота в холке 150–160 см, зато славится очень гармоничным телосложением. У лошади длинная шея с красивым изгибом, крепкая спина, широкая поясница, переходящая в длинный круг. Ноги очень хорошо развиты, хотя и не очень длинные. Передние копыта шире задних. Фрийская порода примечательна еще и тем, что в ее стандарте разрешена только одна, единственная масть — вороная. При этом у кобыл допускается наличие одной белой звездочки на лбу, а у жеребцов отметины недопустимы в принципе. Одной из характерных черт внешности фрийских лошадей является еще и густой волосяной покров. Ниже колен их ноги покрыты длинной густой шерстью, так называемые фризы, которая придает скачущей лошади совершенно завораживающий вид. Также у этих лошадок очень густой и длинный волос в гриве и на хвосте. Среди владельцев фрийских лошадей не принято подрезать им гриву и хвост, а наоборот — хвастаться их длинной и густотой. Скачущая фрийская лошадь с развивающимися на ветру гривой хвостом и фризами на ногах производит неизгладимое впечатление. Для внесения фрийской лошади в племенную книгу ее оценка часто производится не только по экстерьерным признакам. Большое значение также имеют качество шага и рыси. Правильный фрийский шаг непременно четырехтактный, а правильная рысь — строго двухтактная с продолжительной фазой полета. Что касается характера фрийских лошадей, то это энергичные, но в то же время вполне уравновешенные животные. Они являются своего рода золотой серединой между хладнокровными скакунами и норовистыми рысаками испанского типа. Являясь типичной изнеженной породой, фрийская лошадь не может удовольствоваться одним лишь сеном и травой. В ее рационе также непременно должны присутствовать зерновые овощи и минеральные добавки. А поскольку порода славится густой гривой, хвостом и фризами, фрийская лошадь требует особого ухода за этими элементами ее внешности. Их нужно каждый день расчесывать и регулярно мыть. В общем, внимания этой красавицы, как и денег, на ее содержание нужно много. Все как у человеческих инстаграмщиц. А стоит такая черная жемчужина тоже немало, около миллиона рублей. И живет эта красавица в среднем 40 лет. А какую породу лошадей Вы считаете самой красивой? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.